я начал потеть можно быстрее посадить Сашу между нами всем привет дорогие друзья это новый выпуск Коменшоу и давайте сразу договоримся, что сегодня мы хвалить Спартак не будем действительно, кому-то нет повода похвалить делят первое место, в кубке ярко играют зато теперь нам не скажешь, что мы сглазили Спартак, как часто говорят мой адрес, кстати, мой адрес мой бомбер работает, а что? есть ощущение, что сейчас по эмоциям наверное, болельщики Спартака вернулись ну я не знаю, в 2017 они так ярко не играли а вот когда, в 90-е, да, когда они феерили в 88-е да, красиво, вот эти забегания все, молодежь Роман, расскажи, ты же у нас самый древний в 90-е или в 17-м? ну точно евро был по более приятному курсу ну в 17-м сколько было, в районе 60-е, наверное? да нет, ну ты чего, наверное? куда? в 17-м? в 65-м лучше 65, чем 105 в 90-е вообще какая красота была хорошо, давайте Костянтин еще не кашлял Кость, давай определим три фактора успеха Спартака Абаскаль Промес Малышев и Бомбер Бомбер Малышев Олег Малышев, да? так кстати, с ним познакомился на матч ты же был с ним знаком давно и поэтому он теперь в топ-3 кстати, на меня похож или я на него похож очки, да, похожи все, хорошо все, замечательно но я не знаю, что еще а Бангонша не фактор? хороший новичок, приехал, ярко начал Бангонда? он Бангонда? он только Бангонда 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 которая не забила, по-моему, вообще ни одного гола и проиграла четыре стартовых матча чемпионата и Бангонда в этом Кадисе не выделялся много лет назад он еще играл за Сельту был быстрый, такой сумасшедший тоже не выделялся такой Квинс Авусаби у него были только пара хороших сезонов в Бельгии но, опять, мы говорим про его испанский этап карьеры то есть на фоне примера это футболист как бы ниже среднего или среднего но мы видим, что когда приезжает в Россию сразу очень ярко выделяется подожди, это слезачка еще раскусят поймут, что выбирает под левую я тоже так думаю да, и я думаю ну, то есть, короче говоря, столько, сколько за него заплатил Спартак ни одна испанская бы команда за него сейчас не дала потому что у него нету качеств, которые бы делали его выдающимся внутри Испании слушай, ни одна другая команда в Европе не дала бы шесть за Медину не дала бы шесть за Рябчука понятно, что приходится переплачивать и северная надбавка, и учитывая ситуацию по трансферам северная надбавка, это в Зените клубы РПЛ расходуют на судейство 600 миллионов рублей в год половина, Константин, вознаграждение рефери да что же это делается? все судьи куплены это только легальная половина да, все судьи куплены помолчим да не, ну правда, если 600 миллионов рублей в год РПЛ расходует хорошо, а как ты считаешь? а почему РПЛ расходят на судейство? а как ты считаешь? если судьи идут от РФС Кость, как ты считаешь? Роман сколько должен получать судья за матч? а сколько он сейчас? 100 с чем-то, да, получает? ну вот, давай забудем про то, что есть сейчас на твой взгляд, сколько судья РПЛ должен получать? за матч РПЛ я читал, сколько получает судья в Испании за матч так, сколько? там 7 тысяч евро, по-моему или 5 тысяч евро поменьше, поменьше но в Испании одни из самых высокооплачиваемых судей вообще в Европе ну вот переводи сейчас, сколько евро? 107 утром был было легко считать, когда был 100 да, 107 ну вот, 500 давай, ладно давай, сделаем скидос 500, давай 500 тысяч рублей да, ну это, конечно, многовато кто? 500? да нет, конечно, многовато нет, за игру мне кажется, нормально 150 проект от Кости Генича 500 тысяч рублей да, ну нет ну что ты это я сказал в переводе а что ты сейчас столько получишь поддержки от судей? судьям же нужны деньги на психоаналитиков, правильно? потому что на них столько все вываливается ну судья же, он реально может одним решением лишить команду там, не знаю, еще в старые времена когда были Еврокубки допустим, 15 миллионов евро в следующем году легко ну поставил пенальт все, команда пропустила не попала в Лигу Чемпионов а у них есть какой-то внешний доход? ну то есть внутренний понятно, они еще получают за матчи да, внешний за вар у каждого есть офшор на Кипре Мальта, Кипр да, мы прекрасно не, просто есть ли какой-то бизнес еще ну не знаю, кто-то открывает ресторан, мойку я не знаю, магазин для животных Костя я думаю, что если проверить их родственников, то точно я смотрю палитра костяных бизнесов это мойка, ресторан и магазин для животных причем в одном заведении не то, что стартап IT не то, что игра на акции ну подожди, но это малый бизнес а мойка и ресторан у тебя есть бизнес? нет Роман? такой бизнес, малый? чем, чего торгуешь? трансляции? у меня гараж магазин для животных а, судя через тебя ну а так ты ах ты и такой, да? лучший бизнес купить гараж и его сдавать нет, ну а вот ты сам считаешь сколько арбитр должен получать в премьер-лиге я считаю, что, честно говоря, еще больше чем они получают сейчас ну то есть сейчас 117, по-моему там 120 я считаю, что 500 тысяч, 400 тысяч, 300 тысяч я считаю, что смотри, сейчас судья получает действительно очень большие деньги если мы сравниваем с доходом других жителей страны но судья работает с как бы материалом ну так грубо скажем который стоит десятки миллионов евро и он определяет их судьбу поэтому судья он не должен чувствовать себя каким-то ущербным на фоне тех, с кем он работает 400, 400 нормально 300, 400, 500 ну подожди, слушай а менеджер по продаже элитных автомобилей он работает с автомобилями? он работает на себя он продал автомобиль получил за это комиссию нет люди тоже могут на себя работать на себя поработать мне, кстати, рассказывают так тоже бывает что тебе рассказывали? не важно нет Марсел Ильичко сказал Тюкавину не надо Зениту 3 забивать давай 2 иначе тебя Аршавин купит во-первых Аршавин покупает игроков Зенит я об этом не знал либо Личко не понимает как устроено не, но учитывая что Андрей Сергеевич вошел в правление Зенит вот то самое куда он изначально не попал то самое легендарное то теперь Андрей Сергеевич имеет там слово вес давай так давай так Костя ты веришь что Тюкавин перейдет в Зенит 30 что 30 ну вот 30 если приходит оффер 30 почему да не стоил 30 да подожди еще раз у Тюкавина 2 года контракта правильно осталось год плюс еще будет автоматическое управление ты веришь что вот в обозримом будущем в течение года двух лет Тюкавин будет Зенит верю почему нет но ты веришь сам Ром ты веришь я больше верю когда мы говорим про футболистов вопрос денег чем вопрос выиграет то есть если бы это была ситуация допустим у Тюкавина есть два предложения от Динамо и Зенит и Динамо и Зенит это были бы две команды которые с равными шансами претендуют на трофеи тогда можно еще выбирать там что-то то есть быть там преданном команде которая тебя воспитала например либо переходить а здесь естественно Зенит может платить ему больше я вообще очень сильно как бы сомневаюсь глобально в мотивации футболистов российских сейчас то есть у тебя есть чемпионат России где как кажется первая позиция закрыта сейчас еще хорошо что интрига в российском чемпионате есть но я думаю что все равно Зенит доберет и станет чемпионом то есть что выиграть-то кроме чемпионата можно кубок кубок с Динамо выиграть можно ну да я просто считаю что вопрос тюкавины перехода в Зенит это вопрос денег а не вопрос трофеев ну а если он поставит цель играть там в Европе тогда ему вообще не надо какой смысл я спрашиваю какие у него амбиции амбиции да будем надеяться что красивые правильные амбиции зарабатывать много денег и играть в Еврокубках и выигрывать все что можно выиграть кубок с Динамо перейти в Зенит стать чемпионом заработать кучу денег да ну в смысле не кучу заработать деньги хорошую мотивацию и переехать почему-то Боруссию Дортмунд стать новым Ливандовским. Но Костя правильно посыл задал, Костя, что у Зенита есть 60 миллионов евро или долларов от продажи Малкома. Их можно потратить. И вот это, безусловно, может как-то сыграть важную роль для Зенита. Хары, ляс сточить. Давайте уже перейдем к нашему гостю. У нас сегодня замечательный гость, который знает не понаслышке о силе московского Спартака, а потому что вот буквально на днях против него и играл. И возможно еще сразится, учитывая формулу и формат Кубка России. Но он может сразится с ним еще и в чемпионате. Правильно. Матчи Нижнего и Спартака будут. У нас сегодня в гостях Александр Трошечкин, игрок парень Нижний Новгород. Отлично. Приветствуем Сашу. Как всегда. Саш, привет. Как всегда, хорош. Привет. Привет, Саш. Здравствуйте. Здорово, Саш. Ну, давай. Сразу, сходу. Рассказывай. Как вы это пережили? Просто рассказывай. Да, просто рассказывай. Как вы это пережили? Ну, очень обидно, что все так вот закончилось, потому что реально эмоции очень много потратили. Вытащили, можно сказать, игру. Но чуть-чуть не дотерпели. Не хватило чего-то. Но будем разбираться. Слушай, ну вы четыре забили Спартаку. Четыре. Когда-то должно было прорвать, потому что много, так сказать, критики слышали и сами переживали, что забить не можем в чемпионате. Но ты связываешь вот такое возвращение паре НН в матч со Спартаком с твоим выходом на поле? Потому что вот взамен произошли и сразу три забили. Ну, я думаю, что когда-то, наверное, тоже. Но вообще в целом команда мы в первом тайме создавали моменты просто там не залетало, не заходило. А тут получилось, что мы в нокаут отправили нокдаун, точнее. И вот за 10 минут сумели забить. Дальше, к сожалению, подсели слишком низко и не дотерпели из-за этого. Вы очень круто начали второй тайм. То есть вы проигрываете 3-1, потом сами забиваете три гола подряд. Что поменялось? То есть какой был все-таки разговор в перерыве? В перерыве меня не было в раздевалке. Я разминался к выходу на замену. Мне, так сказать, просто пару фраз по стандартам и просто чтобы чуть-чуть жестче, чуть плотнее играть. В целом, ну, реально, мы начали тайм, так сказать, в центре нахлобучивали чуть-чуть и нападающих так поплотнее. Они, видимо, наоборот вышли немножко вальяжные, плюс ребята молодые, понятно, что игра давалась, они не ожидали, наверное, такой прыти и пропустили. Или это самый сильный Спартак за последние годы? За последние годы, скорее всего, да, но на самом деле вообще видна рука Баскаля, потому что и в прошлом сезоне, когда я был в Ахмате, мы играли второй круг на открытии, и мы, наверное, за всю игру к воротам ни разу не подошли. Ну, движения, много вбеганий, причем вбеганий из глубины, которые тяжело контролировать и реагировать на них в обороне. То есть это и крайние защитники, и центральные опорные, ну, тяжело. Плюс насыщение штрафной при подачах в дальнюю штангу. мы видели на разборах, на теориях, что они прям насыщают дальнюю штангу, туда бежит и крайний хав, и крайний защитник, и центральный полузащитник, и нужно внимательно к этому относиться, это прям отличительная черта. Другие команды так постоянно это не делают. Смотри, ты вышел в центр, да, вместо Ярослава Михайлова. До этого в матчах за паре НН ты играл в атаке, какую-то ложную девятку, ложную десятку, непонятно, в общем, кого. Такое было еще и в Грозном. Да. В Ростове ты играл защитника. Ты кто? Я на любой позиции могу сыграть. Не, ну так, это слишком банально. Вообще, центральный полузащитник, это моя профильная позиция, наверное, восьмерка, если так брать по схеме 4-2. А тренеры об этом не знают? Знают, но просто в разных ситуациях. Я в премьер-лиге сыграл вообще на всех позициях и защитника, и центрального, и крайнего, вообще везде. Но это все ситуативно, когда кого-то не хватает или какие-то проблемы по составу, могу выйти сыграть, потому что, ну, исполнительный, и в целом понимаю, как действовать. хочется поговорить о стиле команды, за которую ты играешь. Да, о стиле команды Сергея Юрана. Ты сам заметил, что многие критикуют по РНМ за то, что не слишком такая яркая игра у вас пока получается, ну, кроме матча со Спартаком, да, но там не было результата. Юран как раз со стороны больше представляется тренером, который результат может дать, потому что все его команды, Химки, по РНМ в концовке прошлого сезона, то есть это команды, которые всегда были очень дисциплинированы, где все футболисты понимали, что от них тренер хочет, и это, ну, наверное, нельзя сказать, что это были какие-то сверхатакующие команды. Насколько тебе такой стиль близок, как футболисту? Ну, мне... Сейчас рискуешь опять команду поменять. Нет, мне близок этот стиль. Я был при Юране в Химках, в первую, ну, не знаю, в какой его заход по счету в его карьере, но вот из недавнего в его первый заход. Вот. Я понимаю, как действуют. Если честно, вообще много ли в России команд, которые действуют по-другому? Опять же, с Краснодаром, если вы можете ожидать, что приедет пари НН в Краснодар и будет их запирать на их половине поля в их штрафной, ну, ожидайте. У нас свой план на игру, мы стараемся ему следовать. То есть, то же самое было с Зенитом. Наверное, неправильно было бежать с чемпионом, оголтело вперед. Вот, опять же, как Оренбург. Ну, мне вот не близко то, чтобы выйти и проиграть 7-0 и сказать, что мы типа в футбол играли. Ну, нет, но зато тебе близко проиграть 0-1, но зато по моменту мы команду превзошли. Нет, но у нас и были шансы. При 0-7 шансов нет. Сейчас напоминает Рубин. Не выиграли ни одного матча, но в каждом матче мы играем неплохо. Вот здесь мы чуть упустили. По-моему, Адрюн говорит, Саша, немножко о том, что при 0-7 шансов нет вообще. Ты проиграл, и все. А здесь, нет, смотри, можно сыграть в атаку, как против Спартака и проиграть 4-5. Да, но и настроение чуть иное. Все равно, я смотрю, Юран улыбается. Ну, нет, все равно недосказанность есть. Ощущения после 4-5 и после 0-1 от Краснодара плюс-минус одинаковые, честно. Ты, ну, несколько раз в своей карьере менял команды. То есть, определяясь с новым местом работы, насколько для тебя важен тренер, к которому ты идешь, и тот стиль, в который будет играть команда. То есть, ты идешь к Юрану, ты же понимаешь, что это будет. Я думаю, еще до перехода ты понимал, что вы будете играть в 3-центральных защитника. Ну, это и без Юрана в целом Нижний Новгород, по-моему, всегда в 3-центральных защитника играл. Слуцкий тоже так думает. Хорошо, когда есть из чего выбирать. Вот, вот, конечно, спрашиваете, у меня иногда по карьере было, ну, я, думаете, очень сильно изучал Курск, их стиль игры, когда переходил в Курск, типа, так, и тренера, набирал местному тренеру Беляеву и спрашивал, в какой он стиль будет играть. Ну, не знаю, понятно, что когда я шел второй раз к Талалаеву, когда я сейчас шел к Юрану, я понимал уже, что примерно будет по тренераторическому процессу, понимал примерно, что будет по стилю, это мне подходит. Вот, но это не значит, что я не хочу условно попробовать где-то, ну, типа, в какой-то там кружева поиграть, там, как вот говорили, то, что Осенькин там, крылесовет. Ну, это опять же... Игорь Витальевич. Нет, это я к примеру. Я к примеру. Вот. Я готов подстроиться под вообще любые требования. Мне это интересно, и это моя работа в целом. То есть, как бы, я не закрываю себя ни от какого стиля. Скажут, стоять сзади, ездить на жопе, буду ездить на жопе. Скажут, бежать в атаку, там, в одно-два касания, обыгрыш, там, зидану. А скажут, крутить карусели как угодно, и вы будешь? Ну, придется, что делать. Но, слава богу, не довелось. Но сейчас, опять же, я говорю, мне кажется, что даже вот в июле месяце, если бы я остался, у меня же еще действовал контракт с Ахматом, если бы я остался в Ахмате в июле месяце, я бы, может быть, уже не ушел. Потому что много травм, если посмотрите, у Ахмата там больше, чем полсостава, там, человек с 7, со штангой ты никогда так много не приседал? Да, если честно, ну, то есть, про штангу, конечно, говорят, и он там в нее верит. Я бы не сказал, что это какая-то проблема или перебор со штангой, потому что в один... Давай, как бы, возьмем травмы. Траклище травм. И, например, кресты. Прямо вот одни... Одна травма за другой пошли у Ахмата по весне. Много команд... И сейчас 8-9 человек не играет. Да, много команд, которые делают эту штангу в других клубах. Просто вообще, видимо, сам процесс... То есть, я не могу сказать, что это только из-за штанги. Это в целом процесс, как-то, ну, вот так вот он срабатывает сейчас на игроках. Не знаю, от чего. То есть, тренерский штаб... Вот я же съездил на один день сбора. То есть, я приехал в Кисловодск, в Ахмат. Получается, прилетел с утра, встал в 6 утра в Москве, полетел, ну, летел, где-то в 2 часа дня вышел из такси в 3 в Кисловодске, поднялся в номер. Мне написали, что договорились клубы. Я спустился, встретил спортивного директора. Он говорит, о, можешь обратно лететь? Я такой, ну, ладно, купил билет на вечер, потренировался, мы там пробежку сделали и полетел обратно в Москву в 4 утра, лег в ту же кровать дома. Ну, миленый как-то, нормально. Вот. Вот. И как раз я к чему? Ташуев вдвинул речь, и он говорит, вот столько травм было, мы не понимаем, от чего. Злой рок, как вариант, звезды стали. Второй вариант, то, что нагрузки были слишком маленькие, типа, нужно было увеличить. И? И третий вариант, что, может быть, кто-то что-то непрофессионально себя вел. Из-за врагов. Никита, 23 ему где-то, он с Чертанова. Очень любит работать. Молодец, старательный. Конечно, ну, опыта еще надо набираться, но проблема еще, наверное, в том, что на зимних сборах у нас просто не было тренера по физподготовке на сборах, и мы как бы без него действовали. Поэтому нагрузки маленькие, да? Я говорю, то, что там в целом тренировочный процесс, очень много футбола, то есть много, очень много футбола, ты постоянно играешь, малых составов, конечно, это кайф, но это идет нагрузка, одинаковая, постоянная, игровая, и может выливаться вот в такие травмы. Ты в основном локомотива, да? с локомотив играл, и в 2015 году ты попал в список топ-талантов российского футбола, Фабио Капелло про тебя говорил, ты был в списке, где там был Миранчук и так далее, и того подобное. Но с локомотивом не сложилось. Почему? Ну, с локомотивом не сложилось, потому что я решил уйти в определенный момент, проворолили меня, можно сказать. Мне Саня Удальцов рассказывал, там за тебя целая война была. Была война. Я хочу понять, что вообще происходило тогда? Ну, смотрите, я пришел, это, наверное, чуть раньше надо начать, я воспитанник локомотива, я пришел туда маленьким в 6 лет. То есть для меня локомотив это место, где я вырос. То есть там стадион, мимо проезжаю, там ностальгия и так далее. Но в 12 лет там примерно меня родители решили перевезти в Динамо. Знакомый тренер в Динамо возглавил мой год и я перешел в Динамо. Этот тренер ушел через пару, несколько месяцев. В общем, я остался там на 3 года. Потом за эти 3 года в локомотиве опять все поменялось, а в Динамо была такая ситуация, что всех детей забирали в экстернат в 10-11 класс, что не устраивало мою семью категорически. Я учился в своей школе все 11 лет и пришлось вернуться в локомотив. Ну, то есть поступило... Тебе легко локомотив взяли? Ну, с удовольствием, потому что там остался мой первый тренер, который меня брал, а у руководства все сменилось в академии. Вот я вернулся за 2 года до выпуска. К чему я это? К этому моменту уже собиралась сборная юношеская. Там уже какие-то агенты к пацанам. А я пришел как бы со стороны. Агент академии, который как бы с игроками академии больше сотрудничал... Что такое агент академии? Ну, как бы, который приближен. Он как бы не проявил заинтересованность сразу. Ко мне проявил другой агент. А фамилии не хочешь раскрыть? Ну, в тот момент к мотиву близок был Шпенев. Агент академии так называемый. Да. Ну, он не агент академии. Хорошо, у него достаточно это образ. Он сейчас у Миранчука, он сейчас у Джики. Они тогда тоже в целом молодые ребята были в локомотиве. То есть, как бы, все понятно. А к тебе интерес проявил? Клюев Артемов, так сказать. Олег Артемов. Его помощник. Ну, и все, как бы, и играли еще год до выпуска. И получается, финальный год на выпуске я феернул. То есть, я выиграл конкуренцию. То есть, у меня на позиции было три чемпиона Европы, а играл я на одной из этих трех позиций. На финальном чемпионате России мы его выиграли, я стал лучшим бомбардиром, играя полузащитника. При этом, контракта с клубом у меня не было. Никакого. То есть, ни на какие деньги. Соответственно, по выпуску за меня компенсация была чуть меньше трехсот тысяч рублей. То есть, вообще, ничего. И все, и как бы Анжи подсуетилась. Анжи узнали, я думаю, что как раз через Удальцова узнали, что у меня нет контракта. То есть, там еще... А Локомотив тебе почему контракт в итоге не дал? Я просто начал понял. просто они меня... Даже было так, что... парень, всех там обыгрывал, но Локомотив тебя контракт не делал. Почему? Ну, просто... Потому что он не работал... Я в это не верю. Смотрите, выпуск... У нас приехали после чемпионата России, он был как раз в конце года собрание, объявляют список тех, кто едет на сборы зимние с дублем, и кто там собирается, какая-то команда кафекашная. И, короче, семь человек меня в этом списке нет. Семи человек, кого отправляют в дубль. Вот. И в этот момент я думал, что, может быть, заканчивать. Потому что еще полгода школы, там поступайте и так далее. Школа нормальная, учился я тоже хорошо. Заканчивать карьеру? Да. Сколько подражаешь? Тебе же 17 лет? 17. Да. Вот. Ну и, собственно, потом через три дня мне набрали, говорят, приходи на просмотр в дубле Локомотива. На две недели потренироваться. Ну, я потренировался. Мне сказали по итогу, что, типа, очень понравился тренеру главному, едешь зимой на сборы с дублем тоже. Я, ну, рад, счастлив. А мне, мне параллельно позвонили из Анжи. Говорят, хочешь к нам? Я такой, ну, вы вылетаете, там дубль, типа, меня вроде Локомотив берут, говорят, типа, мы тебя в основу зовем, а там Бухарова, там, берем. Быстров. Да, Быстров, но тогда, ну, короче, меня фамилиями начали, там, Алиф, а еще Алиф, тогда это, как раз, только года 4-3, как он там пулял. И я, Белядинов, я думаю, ё-моё. И ты поплыл. Так они вылетели? В итоге вылетели. Но для меня все равно без перехода в Анжи я не знаю, где я был бы сейчас. Вот, поэтому я считаю, что все правильно сделал, хоть меня и отговаривали. Ты, кстати, про школу вспомнил. Мы знаем, что ты закончил физико-математическую школу, причем с отличием. Ну, не с отличием, с отличием. Почти. Бестроек. И есть воспоминания твоей классной руководительницы. Она говорит, что как-то ко мне пришла мама Саши и говорила, ну, сделайте что-нибудь, чтобы он учился, лучше, чтобы он потом поступал в университет и так далее. А твоя классная сказала, что не надо, не трогайте мальчика, любит футбол, пускай играет в футбол. Да, да, да. И ты с ней до сих пор тесно общаешься. Да, очень тесно общаюсь. Она мне очень помогла. Она мне помогла, потому что, если не она, я физико-математическую школу не закончил. А почему вы с ней общаетесь? Вот, кстати, вот ты ей звонишь, и она тебе говорит, Саш, смотрела твой матч, зачем ты пошел к этому Юрану? Куда? Не, мои матчи, она не смотрит. Это же, она со мной общается как с человеком, в первую очередь, то есть футболист. У меня такие друзья есть, кто вообще не знают в целом, что, где я играю. Ну, то есть знают только как локацию, что там Грозный, Нижний Новгород, там Химки. А в плане футбола вообще фиолетово. Ты же не бросил учебу, да, то есть ты рассказал. Он мог пойти по другой профессии, мог быть большим специалистом в другой области. Саш все верно отметил. Он рассказал историю перехода в Анжи, но при этом, насколько я понимаю, прочитав про тебя, что ты пошел еще учиться в институт, и это не какой-то физкультурный институт, там, я не знаю, Малаховка или РГУФ, да, ты пошел в Московский экономический статистический институт. Его потом прикрыли, был Плехановский экономический университет, и ты пошел на спортивный менеджмент. Ну да, да, да. Я сдавал в ЕГЭ специально, если что, поступать в физкультурный, и общество знаний это такое общее. И в целом как бы сработало, я не пошел в физкультурный, не сложилось, что-то как-то не помню, и пошел в этот экономико-статистический, там практически не было футболистов в группе, но тоже в основном были спортсмены, но те, кто не учились, они отвалились после первого курса, и вот как раз уже в Плешку перешли, да учились практически все. Вот, но я считаю, что это мой плюс, но там, конечно, я был постольку-поскольку. То есть, я только, наверное, экзамены так готовился, и может быть, пару, когда вот за эти четыре курса я прям сильно готовился к экзамену. Напоминало приключения Тома Сойера, то есть, я бегал там по институту ошпаренный коробкой конфет, когда-то она пригождалась, когда-то нет, когда-то я находил преподавателя, когда-то нет. Ну, короче, у меня так выходные проходили, что я там паузу на сборной, я три-четыре дня еду в Москву и бегаю по институту, пытаюсь закрыть свои хвосты, вот, и все. Ну, в итоге, слава богу. Молодец. Саш, мы обнаружили, что у тебя, помимо того, что жена просто невероятная красавица, замечательный человек, она еще и блогер. И когда была пандемия коронавируса, вы на карантине с ней записывали разные челленджи, ну, в общем, веселились, как-то отвлекались. Саш, у нас нет за столом красивой девушки, но есть Константин. Правда? Да, который готов выполнить роль твоей жены на правках челленджа. Из нас троих, я не самый красивый. А мы не скажем, что ты самый красивый. с женой Саши, да. Короче говоря, у нас будет несколько заданий, которые вы должны будете вместе с Константином выполнять. Окей. Ничего себе. Вы оба сейчас надеваете маски, я вам буду задавать вопрос, ответом на который будет либо я, либо сосед для вас. Ну, не я, в смысле, либо Саша, либо Костя. И вы должны показывать либо на себя, либо на соседа. Давай, надеваем маски и поднеслась. Какого рода вопросы? Сейчас поймешь. А тачки не снимешь? Сниму. А зачем? А надень теперь. Просто реально готово, надо быстро, надо быстро ориентироваться. Вот так. Да, блядь, потому что он в этом конкурсе исполняет роль супруги Александра. Так она же не рыжая. Да, не рыжая. У кого из вас лучше фигура? У кого лучше чувство юмора? Кто из вас злее? Кто ест по ночам? Кто из вас лучше разбирается в футболе? Кто лучше бьет штрафные? Кто провел больше матчей в ФНЛ? Ого. Кто из вас больше забил в ФНЛ? Не следил, честно. У кого из вас... Надо следить было, блин. Ты что? Я лучше бомбардир второй лиги. У кого из вас есть ипотека? У кого из вас скоро будет ипотека? Та же самая. У кого из вас была ипотека? Кто из вас выиграл в этом конкурсе? Все. Молодцы. Все. Ты же должен был как-то пережить вот эти все молодые проблемы. Когда появляются деньги... Давай поймем, вот когда у тебя появились деньги. Первый раз вообще в Динамо появились деньги. Это было очень странно. Динамо платила стипендию реально по какой-то такой бумажке. А4, там что ты представляешь. Динамо, Бремо-клуб, что-то с флагом ходят. Ну сколько платили? 7 тысяч рублей. 13 лет. 7 тысяч рублей, да, там 13 лет, 14. 7 тысяч рублей в месяц? Да, 7-200. Почти так было, 150 долларов тогда. Ну типа это... Ну, на что я их тратил? В кино сходить. Пиццу поесть, там, не знаю. Ну, как бы... Это еще маленький. Потом меня через года полтора сняли из этой стипендии, потому что там что-то, короче, перестало. Бюрократик. Потом в следующий... Ну, я там отказался подписывать, там кабала была, и мы отказались с родителями. Вот. И уже в Анжи первый контракт, мой 100 тысяч рублей, у меня зарплата была. Ну, немного. Ну... Хотя тебе было в 18 лет, да? Для меня... Тебе было в 18 лет. Да, я в тот... Вот в тот момент у меня зарплата моя была выше, чем у моих родителей суммарно. Это какой? 14-й год, правильно? Нет? Это 13... Ну да, 14-й, начало 14-го года. Конечно, большие деньги были. Вот. И тогда, да, я пришел в Зару, купил вещи, которые хотел просто. Для меня такое было. Вообще что-то... Ну, типа... Ну, прям не на 100 тысяч, там даже не на 50, но просто... На часть? Да. Ну, и родителям помогал, там какие-то у нас кредиты были. То есть... А потом я пришел в Ростов. Мне не платили полгода. Вообще ничего не платили? Да. То есть мне в моменте с Асланом Джанаев просто что-то я... Был момент, я шел на тренировку, уже было холодно, я помню. И мне что-то руку в карман засовывают, в куртке шел, потому что там от базы нужно было до поля дойти на базе. И я засовывал, у меня 500 рублей в кармане. Я такой, ох, типа круто, 500 рублей. И я это просто без задней мысли рассказал Джанаеву за ужином. Он на меня так посмотрел, типа, взял 5 тысяч, вытащил, положил, типа, я говорю, блин, ну ты, типа, я не к этому. Он говорит, оставь, типа, все нормально. Вот. Но я это помню очень хорошо. Ты пошел по другим столам, и тебе... не-не-не-не, просто я не могу сказать, что я там бедствовал или что-то, но тогда вот реально в моменте деньги закончились. Ну, я говорю, я помогал родителям, и жил еще вот там, перейдя в Ростов, я жил на те деньги, которые оставались в Танжи, там за эти 5 месяцев, что там было. И потом где-то они к октябрю, к ноябрю уже закончились. Вот и все. Потом пришли премиальные, мы мало выигрывали в тот сезон, мы пришли премиальные, я там сидел на замене, 25 процентов. Вот на них мы закрыли все кредиты. В Ростове, да? Да, да. Вот. Вот это, так сказать, первый год заработка какого-то. Вот так вот он мой прошел. А когда деньги-то пошли нормальные? Шелкоп-папа. Да, вот и долга. Не-не, ну вот так, чтобы ты... По идее, по идее, то есть... Вот когда, после сезона в Факеле, когда я хорошо себя проявил там, я перешел в Тосну уже на нормальную зарплату, которую... Это премьер-лига? Которую тоже не платили? Да. Не платили? Ну, конечно, Тосна, это последний год существования, три месяца остались, они должны, ну и премиальные за весь сезон. Причем, ну там с учетом кубка, которую мы выиграли, конечно, там большие, наверное, деньги должны были быть, но... Хорошо. А в какой команде не платили? Когда у тебя был первый хороший контракт, пока все плохо. Не, ну почему? Контракт с Тосну в целом нормальный. Не, ну ты же не получал деньги. Он не был исполнен. Не исполнен, да. Да, ну на самом деле... Какой следующий был нормальный контракт? Какой команде не платили? Если сказать контракт, если сказать контракт... Не, каких... Регулярно, это в Анжи было, когда вот это вот полгода. Потом... Ахмат? Ну, в Ахмате понятно, да. В Химках платили первые полгода стабильно. В ФНЛ. И вот, надеюсь, сейчас все будет хорошо. Кстати, в Курске вообще забавно было. Я перешел на осень туда и вернулся в Ростов. И вот я всю осень отыграл и ни копейки не получил от Курска. Опять проблемы с деньгами. Ну, это же не от меня, это до меня. Теперь понятно, почему дачу у родителей и жены, а не у тебя. Был ли клуб и контракт? В Химках я подписал контракт. Более-менее стабильно, не более-менее, а стабильно платил зарплату и нормально. Вот был такой этап в Каринске? В Ахмате было. В Ахмате? В Ахмате было. Самый стабильный, конечно, в Ахмате. То есть первую машину ты купил в Ростове? Я не купил еще машину. У меня нет машины. У меня только права есть. Смотри, глаза на Косте. Смотри, глаза на Косте. Ну, зачем мне машина? Я на такси хорошо передвигаюсь. Дело в том, что Костя просто продает сейчас свою машину, а он мне перед съемкой предлагал. Заш, ты хочешь? Знаешь, у Кости РПЛ и игрок РПЛ это ассоциация с роскошью. Да, ну нет, ну нет. Шальной какой-то такой жизнью ночной, московской такой. Нет, но... Ну, так нет. Ну, да. Ну, нет. Так, наверное, смотрят другие. А ты бери пример Александра, который... У тебя ни разу не было машины? Есть только права. Который... Да, права есть. Я недавно, кстати, право получил. Долго года назад. Который любит бескорыстно футбол. Первое, что делает... Подожди, но... Первое, что делает футболист, получая деньги, он, значит, идет, покупает машину. Ты пошел одеваться в Зару, понятно. Ну, оделся в Заре. Ну, на такие деньги вряд ли там машину можно было купить. Вот. А подъемные? Не было подъемных. Какой ты нестандартный футболист. Какой период ты живешь, Костя? Вы понимаете, у вас всегда больше внимания уделяется верхушке. Не у нас. У него. Ну, может быть. Для него футбол – это деньги такие. Да при чем здесь? Мне интересно карьера. Ну, вообще, в целом, внимание больше... Спартак, вот эти вот игроки, локомотивы, там контракты, там все, вау. А на самом деле таких... Ну, и стереотип у людей про жизнь футболистов по вот игрокам, которые там наверху. На самом деле, ну, жизнь футболиста, она вообще не такая. То есть я не к тому, что я там жалуюсь. Нет, мне вообще хорошо живут, меня все устраивает. Но она другая. И 99% игроков, у них вообще другая жизнь. Хочется вспомнить некоторых твоих ростовских тренеров, ну, в частности, Бердыева и Карпина. Наверняка какие-то истории с ними связаны. Бердыев, ну, он больше так доверял всегда опытным футболистам, да, поэтому сложно было тебе пробит в состав. Но была же история, когда он ставил тебе видео с Иньестой в сборной Испании. Как это было? Можешь напомнить. Вообще, по Ростову, думаю, что интересная тема. По Ростову. Я, если честно, очень... Я не до конца понимаю вообще, как так получилось, но в Ростове меня, можно сказать, первый раз отправили в аренду. Мягко, если сказать, зачехлили. Мне было 19 лет. То есть это... Даже сейчас это рано. То есть тогда это было, ну, как бы, еще более странно. И просто после того, как меня отправили в аренду, как бы я не играл в этих арендах, меня уже не было в клубе. Вот. По Бердыеву. Понятно, да, что было... Что он доверял опытным, тем более в первый сезон его, там, когда он пришел на полгода, мы спасались. Там, Рьяно. Второй сезон мы шли в второе место. Второе место заняли. То есть как бы не там, не там. Как бы молодым особо не подоверяешь. Нету. Флотсдарма. Хотя сборы перед вторым местом, у нас они вообще были какие-то... Более странных сборов в жизни не проходил. Первый сбор... Мы приехали в Турцию летом. То есть мы реально веч... И главного тренера не было. Мы реально... И нас было... В смысле не было? Он не приехал? Он не приехал, он был там, что-то решал по Ростову, по деньгам. Мы остались в премьер-лиге и там что-то по деньгам. Какой год был? Вот перед вторым местом... 15-й. 15-й, да. Вообще, приехал, там с аренды вернулись ребята. И кто на контракте? Там Полос был, Маргасов, Я. Матильцев? Нет. Нет, ничего не было. Не было. Не было, по-моему, да. Короче, там... Мы играли в футбол на тренировках что-то 6 на 6. Массажисты заходили. Вообще, ну реально, мы вечером на анимацию шли в отеле. Ну или Турция. Кто как бы вами руководил? Хорошо, что мы не аниматоры были. Нет, там тренерский штаб был без главного тренера. То есть у нас тренировка там 2-2-1 вот так были. И потом нам на пятый день говорят, ребят, сегодня... Прям летом плюс 35? И нам говорят, ребят, сегодня сбор заканчивается. Можете уезжать. Типа через 4 дня в Сербии собираемся. Ну вот. Ну и в Сербии, когда уже собрались уже как-то очертания команды, там кто-то начал подъезжать. И я этот сбор в составе отыграл. Левым защитникам. Вообще весь сбор в составе. Все хорошо. Правда, не было главного тренера. Он был также еще на переговорах. Ко мне подходил Кириченко, говорил, нравишься. Если бы, блин, знали, что типа так можешь сыграть в защите, может быть, конкурировал бы что-то где-то и сыграл бы в эти полгода. Я такой, я воодушевленный. Вот. И потом... Потом в конце приезжает Навас. Его ставят центральным защитником, а налево Новосельцева смещают. Четыре они еще начинали сезон. И все, я на замену. Первые две игры я надеялся, что выпустят хотя бы на замену. Не выпустили, и все. И как бы я понял, что надо валить. Меня не отпустили. Почему, не знаю, через полгода... Я не подходил к Бердыеву как раз после разговора про Инъесту. То есть, когда пришел Бердыев, это было... Когда мы спасались, мне 18 лет. Для меня это... Ну, человек, икона там российского футбола. Я приехал, ну, на сборы. А меня там перекидывают вообще с позиции на позицию. То есть, я там то сам, то там потренируюсь. Ну, сейчас я понимаю, что как бы это для молодого... Ну, нормально. Понятно, что... это не нужно. А я думал, что, типа, что вообще происходит. Не то, что я не вонял, нет. Я просто... Мне интересно было, на какой позиции меня видят. Я пошел к нему спрашивать, типа, что как. Он говорит, сделай нарезку по своей игре и принеси ее, типа, разберем. Сам? Сам? Сам. Я сделал. На сборах игру там сыграл. Он мне там... Мы реально час разбирали там игру мою. Там он мне подсказывал, что куда. Я так, ну... Типа, круто, все. Он говорит, все, давай. А ты на месте левозащитника? Там есть и в центре иногда, там на разных. То есть он про других там. То есть такой конструктивный разговор. Следующий раз он мне говорит, принеси Иньесту, только там фраза была, я прям запомнил, когда он был в порядке. Ты говоришь, легко, любой матч. Нет, типа, а когда он был не в порядке. Типа, ну я взял просто, думал, когда он был в порядке. Финаль, чемпионат МИЛ. Он гол забил, а не выиграл. Ты взял в виду, не матч, Барселона рубил. Любой другой. Я такой, ну, взял эту игру, ну, типа, выписывал там время и свою, он говорит, и свою сделай. Неделю через две я пришел к нему и, видимо, уже в Ростове. Видимо, попал не в настроение. Прям жестко не в настроение. Я начал, типа, он говорит, и он, типа, включает, включаем нарезку, он такой, давай рассказывай. И я такой, ну, и начинаю рассказывать. Там, вот, там, Испания выходит через треугольник. Он открывается там. В общем, он меня слушал минуту где-то. Он говорит, так, стоп. Что ты несешь? Типа, вообще не то. А вообще и начал. Говорит, и, ну, все, это пошло. Причем, что некоторые моменты, там, момент был, я, ну, мне тоже запомнилось. Он в каком-то моменте, если там, момент был, что два в один они выскочили, и он вместо того, чтобы отдать, ударил мимо, не забил. Прям, ну, офигеть момент. И я думаю, офигеть. Он не отдал пас. И, как бы, я думаю, вот, что мне сказать, что нееста здесь неправильно сделал, берды его. Типа, ну, вообще чокнутый буду. Ну, скажу, что, типа, он хотел за счет партнера. Я говорю, это, он такой, ты че, типа, здесь просто пас нужно было дать. Я такой, ема, надо. Не угадать. Да, да. Такое забавное, он на теории раз сказал, типа, про нобо что-то пихает. что-то, он там обрезал. Он говорит, ну, ты че, типа, смотри, типа, дальний фланг, типа, диагональ. Типа, ты же опытный игрок, ты же не Трошечкин. Я сижу, типа, полос меня по колено бьет, типа. Вот. И он потом говорит, я буду вас вызывать, там еще, тогда мы вторыми закончили паузу, и, типа, такие амбиции, амбиции прям были. И пришли Рохин и Кудряшов, то есть прям усилились. И он говорит, сейчас будем чуть-чуть у нас видоизмениться, там, из игроков, там, буду вызывать отдельно людей по поводу... И позиции. Тактики, да. И меня, ну, а я вот это вот уже почти год мы не разговариваем, лично, я к нему не осмеливаюсь подойти, а у нас диалоги, он мне всегда за левую ногу пихал, прям жестко, говорит, ты левый ничего не можешь, вообще труп. И тут он идет, и что-то так, ну, я вайп так ловлю, что он вроде как нормальный. Уважительно. Да, я такой, о, сейчас что-то, сейчас что-то мне скажет. Говорит, Сань, слушай, ну, видно, что ты, типа, прибавляешь. Я такой, ну, надо тебе поиграть идти. В общем, командующий. А это 20 февраля, то есть это трансферный, вот тут уже все заканчивается. Чего искать, куда искать, у меня игр, там, за полтора года, 10, ну, за год 10 минут. Ничего не нашли. я его спросил, говорю, а если не найдут, то типа чего? Он говорит, ну, останешься, тренируешься. Ну, вот, я полгода просто, ну, тренировался. Вроде как бы молодой, но уже... Медаль получил? Медаль мне не дали. Почему? А в Википедии написано? Ну, наверное, написано. Написано. Не, а почему медаль-то не дали? Ты же в сезон был с командой. Я даже вышел, да, но не дали медаль. Как объяснили? Во-первых, уже было понятно, что я ухожу, то есть меня уже даже документы не собирали на сборы летние. То есть, как сезон заканчивался, собирают обычный документ, там что-то скинь, и уже мне ничего даже не просили. То есть уже просто вот так. И празднование второго места в плане с медалями было где-то уже в июле, то есть когда сезон начинался. И меня на нем, конечно же, не было. На это празднование я уже был в факте. Ты не можешь посетить Ростов? Где моя медаль? Я же приезжал в расположение, у них сейчас... В достижениях даже нет. Не дорабатывают. Википедии. Википедию пишут все люди. Там в этом теоретическом кабинете музей легкий такой. Там Лиги Чемпионов, программки какие-то. Там вот твоя медаль висит? Там висят медали. Там две медали за второе место висит. И я подошел. Причем там же какая-то еще была история с партиями, что с тремя буквами «С» медали. То есть они докупили сначала медали, и эти вот докупленные медали пришли с тремя буквами «С». И там вот эти медали висят, которые порченые, потому что они потом перезаказывают. Я просил хотя бы такую. Не дали? Нет. У тебя были конфликты хоть раз в раздевалке с кем-то мог сцепиться или на поле? Давай, давай. Был конфликт один. В Хирозном? В Химках. Нет, в Грозном. В Грозном нет. В Грозном все ровно. Не было никаких конфликтов. В Химках? В Химках был конфликт. С Садыговым? Нет. Пропустил я удар. Ну, не ожидал, точнее. Неудачно. Так сказать, драки не получилось. Я не выключился, мне просто бровь рассекли, и все. И как бы там... У меня шрамик. А с кем? С Садовичем. Помните такого? Да. Он приехал немножечко такой вальяжный, что-то... А я в целом могу наступить. Знающие люди понимают, что я не специально, а не знающие думают, что я, типа, охочусь за кем-то. Ну и получилось, что я ему попал как-то, а он в следующем моменте прям отмахнулся прям ногой. Игра не получалась у команды, а у него как бы только там что-то руки развести, там что-то такое. Вот. Ну и, в общем, после тренировки вроде как бы нас Черевченко вызвал. Мы пожали руки. Не, подожди, а конфликт-то где? Да вот, вот. Рассказывай, подожди, давай дослушаем. У нас переводчик. Я говорю, я тебе, типа, после раздевалки скажу, ну, в моем понимании, ну, типа, я, говорю, я как человек, который не конфликтный, не дрался никогда, я уже думал, что, типа, ну, раз руки пожали, уже тренировка там остыли, типа, что все, и мы реально идем, ну, что поговорим через переводчик, тем более с переводчиком идем. А он начинает кричать, типа, что-то, типа, if you touch me, I'll kill you, типа, что-то такое. Я такой, типа, чего? Мы на бутсах, там кафель, и он, типа, поворачивается уже мне и начинает прям в лицо кричать и лезть, типа, так, что-то у меня хватает, я отталкиваю, ну, и все, и у него удар, получается, он то ли с кольцом тренировался, то ли он этими костяшками, он не ударом, а как-то вот так махнул, и у меня просто пук, и все, и хвантан крови, и все, зашивали прям в раздевалке. Ну, после чего больше претензий было мне высказано, что я, типа, что-то... Провоцировал? Ну, типа того, что еще раз... От кого претензий? От тренера? Да. И все. Ну, на самом деле, зря я тогда это на тормозах в целом спустил. Надо было... Ответить? Надо было не то, что ответить. На тренировку, он упал подлавить. Не ответь, нет. Просто, типа, что там в целом неправильно... Ну, как бы... Парень неправильно себя вел, и как бы меня как будто виноватым сделали. Вот это тоже не совсем, наверное, правильно было. А я, как бы, ну, подумал, что ладно. Насколько я знаю, Леонид Викторович очень хотел видеть тебя в рубине. Почему ты отказал Казани? Ив, ну, так нельзя. Ну, так нельзя. Меня, не знаю. Мне кажется, под формат я не очень подхожу. А ты же не знаешь формат, ты же не смотришь. Ну, я примерно говорю, долетает до меня, конечно. Как это может пройти мимо? Футбольная раздевалка. Вот. Было предложение, даже разговаривал со Слуцким. Это было в момент, когда после пандемии мы непонятно было, идем в премьер-лигу или не идем химками. И нужно было что-то искать. Вот. И был вариант с Рубином. Но как бы сердце подсказало, что надо остаться. Но на самом деле я... Мы же вышли с химками в премьер-лигу. Я в целом рисковал. У меня оставался год контракта с зарплатой чуть больше, чем по ФНЛ. И, ну, меня звали Рубин и Ахмат в тот момент. Ахмат Талалаев как только возглавил, сразу набрал. Вот. И предлагали там и там контракты на 4 года. И знали о суммах предложенных и те, и те. и они сделали побольше, чем в химках, но разной суммы. То есть, когда я... Разной валюте. Побольше, но... Побольше, чем в химках, но клубы разные предложили. То есть, зарплата и там, и там больше, чем в химках, но в Ахмате и в Рубине, зная о предложенных деньгах, они сделали разные предложения. То есть, и в Рубине это было меньше. Зная Рубин, их как бы финансовый как бы бюджет, это для меня показалось, что это как бы сигнал к тому, что, ну и я понимал по сумме, по зарплате, что это скорее всего не... Это так посмотреть. Несерьезно. Да. Плюс у меня была... Ну, Ростов и Рубин довольно дружественные. Клубы в тот момент были, по крайней мере. и я с опаской относился к переходу в Рубин. После Ростова, да? После Ростова, да. После Ростова, да. После Курбатвики сейчас вернется. А, ну как ты думаешь, посидел здесь, в Ростове, да? Ну, реально, в Ростове четыре с половиной года я был на контракте, то есть пять лет контракта, там четыре плюс один продлевал. И я сыграл там сколько? Четыре игры. Четыре матча. Ну, как бы... Слушай, ну, зато при Карпине ты похудел. Да, кстати, было, было. Твоя цитата про Карпина и про деду при Карпине. Когда сейчас ем что-то сладкое, иногда вспоминаю замеры веса в Ростове. Да, это... Причем ты не был толстым. Это... В Википедии такая фотография, там такой пуклячок. Это я бритый просто. Там все равно меньше 80. Мне и сейчас меньше 80. Убрать, это так и надо. Вот, как ты худел. Причем, я так понимаю, что ты весил что-то типа 77, да? И тебе нужно было 72 в конце. И это было очень тяжело. Они понижали планку постоянно. Я не мог до нее дотянуть. Они хотели, чтобы ты еще. В итоге, да, я 72 весил в конце и сделал... Понимаете, в той ситуации я, как бы, я вначале говорил, когда вы про стиль спрашивали, игры, есть требование, оно может быть любым, то есть даже немножко странным, я не про это конкретно, а вообще, но ты должен выполнять, если ты игрок команды, клуба. И было требование похудеть. Ну, типа, вот я худел, я похудел, то есть как бы я похудел летом, не остался, я три месяца был в Ростове, не остался. Поехал в Курск, вернулся, опять же, в идеальном, в хорошем весе. И опять, как бы, меня не оставили. там вывод какой я сделал для себя. Я не нужен, зря худел. Нет, вывод я сделал, что вес, наверное, не самый главный критерий. Саш, у тебя был небольшой, но все-таки отрезок игры в Европе. Ты ездил в Чехию. Да. Вот расскажи про это, потому что я где-то читал, что там были какие-то запредельные нагрузки, которые даже для тебя показались. раз ты у Талалаева был, у Ташуева. Ну, я говорю, у Ташуева нету нагрузок, про которые говорят. Они странные, может, специфические, но нет такого, что ты лежишь, у тебя сил нету на сбору. А там, в Чехии? В Чехии вообще страшно было. Я говорю, первый, я приехал, тренируясь, ну, типа, я готовился к сборам, я приехал вместе с Колей Камличенко. Тренер Трпшковский, ну, известный, что чувак, он спарты, потом сожигал. Да, конечно. У них в той команде играли Цоу Фал, который в Эстхэме сейчас выиграл. Это опорный полузащитник. Шевчик, нет, нет, его не было. Какой год Совчик? Совчик, да. Не, не, он не был. Какой ты год? Это 2000, вот я как раз Факел, 16-й, Факел перешел после этого. Меня не взяли? Вот. И вообще король просмотров там много поездил. Вот. Шевчик был, он тоже, по-моему, там он нескольких игроков перетащил за собой. Короче, там команда такая бандеха была сильная. Короче, первая неделя как утренняя тренировка кросс, бега в кроссовках прям по асфальту где-нибудь могли увезти в лес какой-то там сначала 20 станций там с кантелями. Ну, зал, но не в зале. Потом бег. Потом бег вообще, то есть страшно, там километр, какой-то нереальный темп, меньше 4-х минут, причем я должен был, там 8 по 1000, по-моему, было, нужно было бежать 340. Это самая последняя группа. Ну, то есть, я не знаю, конечно, вам говорят эти цифры или нет. Нет, за 340 пробежать километр? 8 по 1000. Я только сказал, еще и 8, это вообще нереально. Вот. Я охеревал, было очень тяжело. И это была третья группа. То есть, там была вторая и первая еще. А первая бежала из трех надо было. Ну, там 5 секунд или там что-то такое разница. Ну, типа, чуть-чуть меньше, там, по-моему, да. У нас 345, 340 и 335. Вот так, по-моему, было. Коля Камлеченко тоже с нашей группой, но он просто сзади, ну, то есть, он там... Замыкал. Он не то, что замыкал, он просто позже прибегал, там, ну, типа, а вечером 6 серий, там, по 6 минут 4 в 4. Тоже. И вот, ну, разминка, понятно, и вот это вот. И вот такая неделя. Вот. Закончилась неделя игрой. Кстати, в ней она сыграла еще прилично. Но, опять же, там, на вот этих просмотрах, ну, ты можешь, я такой, опять же, ты в целом ощущаешь, куда уже это все идет. И это, ну, у меня было видно, что куда меня двигается в Чехии. В 20 лет у нас, ну, я думаю, что в целом в России, если бы это перенести на нашу, меня тоже самое, только если бы я приехал иностранец в Россию, вот, и примерно все то же самое, я думаю, что бы меня взяли в России. То есть там, там тебе понравилось, просто сделали выбор в пользу своих? Там сделали выбор в пользу своих, да, и все. Ну, как понравилось? Я не знаю, как это может понравиться. После первой недели... Было интересное, что-то новое было? Было интересно. интересно, необычное и так далее. Я надеялся... Смотри, какое развитие у Коли Комельченко пошло. У Коли... Ну, конечно, но у него... Забивал в Чехии, Динамо, Ростов, Ростов сборная. Да, да. Но он приехал без просмотра, он на контракт приехал. А я... Мне, говорю, мне потом вообще казалось, что приехал так чисто, чтобы первые пару недель ему было не скучно. Конечно, мы не могли вас оставить без вашей любимой рубрики «Лига плохих футбольных шуток». Сегодня Александр и Лобель. Да, сразимся. Да. Ты знаешь, что за футболь? Да, да, да. Ты тоже смотришь? Я понимаю, да, да, да. Я знаю. Ну что, наша легендарная рубрика. Начнем? Можно я? Да. Давай. В какой магазин больше не ходит Трофшечкин? В пятерочку? Как болельщики ПСЖ поняли, что Дембеле уже в Париже? Из аэропорта в сторону базы выехала машина скорой помощи. Что общего у Трофшечкина и Кая Метова? Восемь раз выступали перед зрителями в Тосно. Девять. Девять. Что объединяет Лернейскую гидру и игры Спартака в этом сезоне? Очень много голов. А почему Чалов не дерется? Хорошо бьет только с 11 метров. Куда нужно было переходить Фабинио, чтобы не возникало проблем с его собаками? Куда? Жесткие. В чемпионат Кореи. Продолжая тему, что общего у Фабинио и Герасима из Буму? Оба пожертвовали собакой ради карьеры. Я надеюсь, не пожертвовал. Не было новостей, что он их где-то оставил. Я думаю, что они... Ты собачник, да? Я думал, ты про Тургенева. Почему Артема Дзюбу начали звать во все YouTube-проекты? Популярен. Боятся оставить наедине с собой. Что говорили в Манчестер Юнайтед, когда подписывали нового вратаря? Она нам надо. Почему Промес так хорошо в этом сезоне играет за Спартак? Почему? Опасается, что его могут посадить на лавку. Понятно. Что говорит Кот Трошечкина, когда к нему приходит дрессировщик? Скажут, ездит на жопе? Буду ездить на жопе. Что мешает Диме Тарасову петь в караоке? Буквы на экране. Что Саша Трошечкин делает для своей карьеры? Раз в неделю заходит на свою страницу Википедии, чтобы ее не удалили. Не удаляют, если бы на дыре вышел. Вроде так работает. Что сказал Евсеев, когда посмотрел матч Спартак-Пари-НН? Какой-то бессмысленный матч. А чего боятся и чайлд-фри пары, и соперники Пари-НН? Карапузов. Почему Костя Игенич любит чужие дни рождения? Потому что можно передарить все, что ему подарили клубы. Было такое, Костя? Я никогда. Дарен и не дарен. А чему Трошечкин удивился, когда играл у Карпина? Впервые со школы появились проблемы с физикой. Что общего человека, который ехал в поезде с дембелями и Геничем, который ставил на матч Спартак-Пари-НН? Надо было брать вверх. Что от Юрана слышат и игроки команды, и продавцы матрасов? Давайте чуть-чуть пожестче и поплотнее. Зачем Тарасов пришел в банк спермы? Забрать проценты по вкладу. А что общего у Спартака и Сослана Джанаева? Трошечкин получил от них пятерку. Самый талантливый живописец по мнению Талалаева? Паула Мальдинь. Любимый игрок Трошечкина. Есть такой? Ну, был Ласьков. На самом деле неправда. Игры безденежных. Что общего у Трошечкина в Химках и Генича, который купил гараж, чтобы открыть бизнес? Они поверили в проект. у меня все. У меня все. Три года в Лиге играли. Роман, что тебе в руках? То, что Саша принес для наших подписчиков. Смотрите. Во-первых, мы поняли, что всего одна буква отличает тебя от Трушечкина. то есть убедились в этом. От вашего коллеги, да. У тебя какая была история? Что тебе там кричали? В Ростове, когда выходил на замену, последние игры из Ростова, с трибуны кричали, что уберите, ну, именно когда выходил, типа уберите сына комментатора. Скажи, почему номер десятый? почему десятый номер? В Академии играл 10 лет и там под десятым номером выпускался под другим, но так в основном под десятым. и любимый игрок в детстве это Ласьков. А ты прям был адский болезнь локомотива, да? Вообще, да. В детстве температура поднималась на играх, ну, там, когда они еще в Лиге Чемпионов играли. Прям я очень хорошо помню вот эти вот года, когда мне лет до 14 прям вообще идеально. То есть Монако с Интером вот эти матчи помнишь? На Интере я был прям на стадионе, когда был на Арсенале, когда 0-0 сыграли. На Боруси и Дортмунд. На Боруси и Дортмунд. Первый вообще футбол на Локомотив Барселона пошел, когда Бера забил. Там проиграли, правда, но, короче, воспоминания на всю жизнь. Вот, Ласьков был любимым игроком, потому что он капитан, забивал многое, там, вот, и первую форму мне дали, когда десятый номер Ласькова, это было прям ну что, попросим тебя расписаться и разыграем этот футбол среди наших подписчиков. Кстати, реально очень крутая, прям настоящая, со всеми нашивками, вот тут мир, мир, что это, синтетика? Мы в белой, в белой вчера играли. Играли с протокомом в белой? Да. Ну, но форму красиво. У вас, кстати, три варианта, вот темно-синее, вот это. Там еще будет очень красивый, четвертый. Четвертый? Четвертый вариант. Богатая команда. Здесь? Где ты обычно расписываешься? Обычно на женской груди. Класс. Красиво. Так. Разыграем. Трушкин, вот надо сделать какую-нибудь и Роме подарить. Коллаб. Да, такую коллабу сделать. Это было бы прикольно. Саш, тебе огромное спасибо за время, уделенное нам. Вам спасибо, что пригласили. Желаем тебе стабильно играть, стабильно получать. Купить машину. Да. И кайфовать у тебя. В идеале. Не обязательно. Не обязательно. Первая машина должна быть попроще. Советы от известного автолюбителя Константина Генича. Саш, в общем, тебе удачи, Нижнему Новгороду тоже удачи, и, наконец, пора уже забивать. Согласен. Если, тем более, ты был таким бомбардиром по южному. Тем более, номер обязывает, Саша. Да, и номер обязывает. Давай. Не только штрафные стандарты Калинского, но и ты должен сглажить. Александру трошечку был. Ура. Продолжение следует...